Друзья, всем привет! Мы продолжаем серию интервью с партнерами и инвесторами компании Solar Group. Сегодня у нас в гостях один из топ-партнеров компании, который сделал значительный вклад для проекта Сергей Жданов. Друзья, всех приветствую! Более 4 тысяч людей узнали о проекте. Это действительно большая работа, огромный труд, который, я думаю, можно повторить, если совершать действие, ведь только действие приводит к нас к результату. Расскажи немного о себе, где живешь, чем занимаешься. Было бы интересно тоже поделиться своим результатом, может быть, кому-то будет это полезно. Соответственно, в проекте я с 2017 года, проживаю я в городе Тула. Основной род деятельности мой с 2017 года, как я связался с проектом Дуэнова, так непосредственно я и продолжаю этот путь по сей день. Ну, непосредственно еще занимаюсь баскетболом, развиваю баскетбол в своем регионе. В спортивном направлении сейчас об второе место заняли в Туле и во втором дивизионе. Своими силами поддерживаем, стараемся. Ну, а непосредственно про проект Дуэнова это переворот моей жизни. И с такими темпами я не думал, что я буду развиваться в этой компании, потому что изначально я познакомился с ней в 2017 году. Сергей Семенов, Павел Филиппов, Павел Шацкий в Туле в офисе начинали все это дело, рассказали о проекте. Как бы я подумал, так скептически отнесся к этому, потому что учился на тот момент в политехе, в Тульском государственном институте. И подумал, как это такой третий вид обмотки, кто-то придумал, что это как... Ну, мне так на кафедре не рассказывали по физике. Ну, соответственно, эта мысль у меня посеялась в голове. Я не отпускал ее. Пришел на кафедру преподавателю к доценту и, соответственно, задал ему вопрос. А реально вообще такое совместить вид обмотки треугольник и звезду и что-то новое произвести, да, что сделал Дмитрий Александрович? Ну, он мне сказал, скинь материалы, я ознакомлюсь, прихожу на следующую пару, он меня выдергивает. Сразу же прям, мне еще пара не начается. Говорит, да, блин, это реально, да, такое возможно. И, говорит, это есть, это уже, говорит, есть. Ну, как бы, типа, ну, кто-то уже, говорит, раньше вашего ученого это придумал. Да не может быть такого. Нет, нет, это есть, говорит, это реально работает. Если он, говорит, это доведет до ума, то это технологический прорыв. Тут у меня сразу щелчок такой. Блин, я могу просто мимо пройти этого. Пришел к ребятам в офис сразу, говорю, ребят, так и так, ну, разобрался, я был неправ. Извините, что я сказал, что это, ну, не сразится, да, какая-то. Ну, дайте больше информации, хочу вникать, разбираться, хочу расти в этой компании. Соответственно, начал смотреть вебинары с Пашей Филипповым, потом Дмитрием Санычем. Всю эту информацию через себя прокручивал. Иногда приходил профессор, спрашивал, вот, смотрите, так и таком. Да, да, все круто. Ну, все равно какие-то внутри были опасения, типа, ну, вдруг, я же не специалист в этом деле, да, и сразу так с головой в это входить, тоже погружаться. Ну, с каждым, ну, год прошел, я съездил на конференцию, посмотрел, какая техника, посмотрел, как люди, не умеющие ездить, падают, извините меня за это выражение, с этой техники, ну, такая мощность, такой наплыв. И тут все, для себя я сделал полноценное решение, что я готов в этой компании развиваться, готов помогать всеми силами придумывать новые инструменты для того, чтобы как можно больше людей в свою структуру привести, для того, чтобы максимально этот проект реализовался. Соответственно, следующий мой шаг был после этого такой авантюрный, я попросил родителей, чтобы взяли кредит, так как у меня личных средств не было, для того, чтобы запускать рекламу на свою реферальную ссылку. Вот, это был первый мой опыт, я никогда этим в жизни не занимался, было страшно. И этот опыт был ВКонтакте. Наверное, помнишь, когда все максимально создавали сообщества и загружали свои реферальные ссылки под определенными тегами, мы забивали группы, обрабатывали их. Ну, соответственно, это не самое сложное, как оказалось, запустить рекламу. Самое сложное оказалось в дальнейшем. Это работа, непосредственная работа с инвесторами, с людьми, которыми должен разжевать информацию, объяснить, сопроводить, донести, разложить все по полочкам. И в дальнейшем, вот у меня есть такие партнеры, ряд партнеров, с которыми мы до сих пор общаемся, встречаемся, поддерживаем классные отношения. С 17-го года. Это 8 лет непосредственно будет с людьми, которые уже бок о бок идем. И из того, что просто изначально когда-то я им позвонил, рассказал о проекте, донес информацию. И мы сейчас до сих пор общаемся, двигаемся вместе и как бы понимаем то, что мы в правильном направлении движемся. Здорово. Ты, получается, у тебя техническое образование, да? Это тоже близко. Да, у меня машиностроительное образование. Получается, я закончил Тулгу, совмещал учебу с Дуйновым и работу развивался. Всем рассказывал. Вначале скептически многие относились. Сейчас, в 2024 году, те, кто в 2017 году скептически относился, просто сносят тебя с ног и говорят, почему ты нас не переубедил, почему ты нас раньше не позвал. Ну, как бы, и я об этом, и на то же самое говорю, пройдет время, вы будете стучаться в ту дверь, но уже, как бы, я буду думать, открывать вам ее или нет. Вот, соответственно, очень много людей сейчас стучатся в эту дверь, потому что видят проделанную работу. Ну, это, да, у каждого, так сказать, свой порог входа. Кто-то готов сразу на идею залететь, но, например, ты разобрался в проекте, понял, что что-то в этом есть, и это можно развивать. Кому-то нужно, чтобы вот здание уже было построено, чтобы уже дивиденды были. Чем ближе мы к финишу, к результату, да, тем больше желающих. А расскажи еще, какие методы, вот кроме групп ВКонтакте, группы рекламы? Ты вообще без опыта, да, без всего просто начал в этом разбираться и построил такую большую структуру. Это интересно. После контакта, там у нас в поле выжгли неопытные инвесторы, партнеры, которые думали, что это так просто, я перешел на YouTube. Соответственно, искал блогеров, не миллионников, а именно тематические блоги от 10 тысяч человек. Соответственно, я подумал, что это целевая аудитория, которая поддерживает в комментариях блогера. И если мы с ним пообщаемся, ему идея понравится, нашу проект, то он его донесет до своей аудитории так, как нужно. Соответственно, очень мне понравилась эта стратегия, она выстрелила. Действительно, блогеры от, там, до 10 тысяч, которые я прорабатывал, они хорошо показали свои рекламные кампании. Ну, в дальнейшем появились хейтеры, да, там, такого рода, скажем, как Денис Лидер ТВ, там, благодаря Сереге Мазину, который с ним бодался и победил. Там, люди тоже, там, определенный костяк отошел от этой рекламы, от YouTube. Я перешел на Telegram, паблики в Telegram. Также закупал там рекламу. Потом у нас появился бизнес-клуб в Соллогрупп, где мы в сплоченную с инвесторами, покупали у крупных компаний рекламу. Ну, соответственно, грубо говоря, вот как-то вот так вот развиваемся потихоньку, по сей день инвестируем в рекламу, потому что реклама – это главный двигатель прогресса своей структуры. И не забывайте, что нужно непосредственно работать со своей структурой каждый день. Это доносить новости, новые новости в проекте, новых акций в компании. И, как бы, не разовый звонок, когда ты позвонил, все, там, человек взял пакет, и ты на этом остановился. Нет, на этом работа не прекращается, а только начинается. Ты вот сказал про бизнес-клуб. У нас добавили в личный кабинет уже отдельную вкладку. Любой желающий партнер может присоединиться к крупной рекламной компании, то есть вложить там небольшие деньги, да, в компанию, не вкладывать сразу большую сумму. То есть тоже распределение рисков. Это тоже отличный инструмент, который можно использовать. А вот ты рассказал про паблики в Telegram. Они действительно рабочие? Смотри, я искал стартапы, инвестиции, также криптонам залетал в различные сообщества. Тоже был отклик. Ну, с криптонами потяжелее было, они там на своей волне. А так, в основном, в инвестиционные. С фондовым рынком, интересно, тоже получилось с пабликами рекламу, когда дал. Тем, что замотивированы были то, что доли они могут приобрести на более ранних этапах. Я донес информацию, что это то же самое, как и акции, которые в дальнейшем появятся на бирже. Только это, ну, IPO, грубо говоря, такое, народное IPO. И как бы тоже был хороший выстрел с этой рекламной кампанией. Ну, так разбираюсь. Есть, конечно, рекламные кампании, которые в убыток ничего не приносят. Допустим, ты проинвестировал, а она тебе не выстрелила. Таких тоже рекламных кампаний достаточно. Как бы методом ты должен всегда проверять туда, там проверил, там проверил, там проверил. Где-то это выстрелит. Да, я как раз сегодня смотрел статистику по конверсии. У нас где-то 13% партнера и 11% где-то инвестора. То есть, если 100 человек зарегистрировалось, где-то примерно 10 человек из них станут инвесторами. То есть, это на самом деле очень хорошая конверсия, поэтому можно использовать. Главное находить целевую аудиторию. То есть, фондовый рынок с инвестициями, с криптоинвестициями. Все это рабочее, туда можно обращаться, находить такие каналы, YouTube-каналы, Telegram-паблики и смело размещать рекламу. Главное не бояться этого делать. Только действие у нас приводит к результату. А скажи, а вот то, что ты испытывал в 2017 году, когда подключился к проекту и то, что ты видишь сегодня. Я колоссальные эмоции испытываю от того, что вижу каждый год, как проект движется, как он развивается, какие события происходят в мире и как проект эти события перешагивает. Просто удивляюсь каждый раз команде, насколько она сильная и сплоченная, как она действует и как они все эти трудности в очередной раз перешагивают. Я помню тот самый момент, когда в Алабышу выступали, сколько это было, документов подавалось, формата А4, папки такие, чтобы вступить туда. И потом, когда мы вступили, первые закладки ко мне. Сейчас у нас стоит ПКТБ, которая уже достроена. Блин, это просто восхищение. Только восхищение. Я очень рад и горжусь тем, что я участвую в этом проекте. И в целом мы помогаем, реализуем проблему мирового глобального масштаба этой технологии. Поэтому это очень круто писать своими в эту историю. Команда, да, ты отметил команду. Без команды ничего бы не произошло. Своя команда разработчиков создана. Железобетонные у нас аргументы в виде ПКТБ, который стоит, который можно потрогать, увидеть на видеозаписях. И уже спорить с этим бессмысленно. Если бы изначально была выбрана неправильная стратегия, неправильная команда, то этого бы ничего не произошло. И, да, чтобы зайти в особо экономическую зону, это нужно было проделать титанический труд. Да, еще бы хотел отметить команду Solar Group тоже. Без нее бы тоже много ничего не состоялось бы в нашем проекте. Просто они тоже титанический труд делают, который не видят многие в целом и не замечают этого. Там же тот же самый, взять личный кабинет. Посмотри, как у нас он постоянно технологически допиливается, докручивается. И все лучше и лучше, круче и круче становится функциональней. Ну, как бы эту работу тоже никто не замечает. Может быть, кто-то и замечает, но я как партнер, для меня это очень круто. Там столько появилось всяких базы знаний, когда ты можешь прям на любой вопрос бить, ответить человеку. Не углублять так, как в 2017-2018 вопрос, да, там нужно было столько информации, у каждого там узнать. А сейчас ты просто в базу знаний вбиваешь, и все, тебе, пожалуйста, вот он тебе ответ, вот тебе видео, хочешь, пожалуйста, пересылай. Все молодцы, все развиваемся, и поэтому вот такой по итогу результат и получается. Сейчас даже боты у нас есть с искусственным интеллектом, в которых собрана база знаний. Можно просто вопрос писать, и он будет отвечать. Тоже классный инструмент, который я каждый день использую, рекомендую использовать всем своим партнерам. Сергей, советы, рекомендации, да, начинающим, кто-то без результата хочет присоединиться к партнерской программе, начать развивать этот бизнес. Главный мой совет всем, который я всегда рекомендую, это каждая дневная работа. Вот каждый день делай определенные действия, и вот не заметишь сам, как произойдет результат, ты даже сам не поймешь, но результат этот будет. Но обязательно каждый день монотонные действия, которые приводят к результату. Только так. Не получится так, что ты два дня поработал, на третий день ты устал, ничего не сделал, потом еще через день опять поработаешь. Результата не будет. Только каждодневная работа. Да, это труд, большой труд у партнера, чтобы добиваться результата. А скажи, когда у тебя появился первый результат, вот ты начал заниматься партнерским бизнесом? Например, у меня через три месяца, а у тебя через сколько? Блин, мне фортануло. Я, получается, запустил рекламу, вот с первой же компании, когда взяли кредит. У меня там два или три дня, и я поймал хорошего инвестора, получается, донес ему информацию, разложил, отправил на вебинар Паше Филиппову, получается, он послушал информацию. После этого вебинара у него остались ряд вопросов, на которые после вебинара мы созвонились, я ему ответил. У него не осталось вопросов, я его пригласил еще на один вебинар. После этого вебинара отшил АЭП. Ну, в течение недели где-то у меня получился первый результат. Ну, после этого, конечно же, я загорелся, думаю, типа, я в правильном ключе работал. Ну, мне была огромная мотивация, мне нужно было отдать кредит, который мне взяли. Я прям все возможные скрипты прорабатывал, чтобы как-то донести правильно, развести, уверенно, без какой-либо воды, все правильно, четко донести по пунктам, по полочкам. Спустя три дня проработанных скрипты, у меня было много нецензурной брани, когда отвечали люди, зачем я им звоню. Ну, вот спустя три дня какой-то более-менее скрипт у меня получился, и пошла работа. Вебинары работают, нужно приглашать тоже своих партнеров, потенциальных клиентов на вебинары. У нас каждую неделю по вторникам, по понедельникам и по средам проходят вебинары, на которые вы можете пригласить своих потенциальных клиентов, чтобы они лучше разобрались в проекте. Как видите, это работает, у меня работает, у Сергея работает и у многих других партнеров работает. На вебинаре просто информацию более глубже люди расписывают, рассказывают, в которые, если тебе интересно, ты вникаешь, что она действительно дает свои плоды. Конечно, вводных камней много, но все равно надо действовать, не просто руки не опускать каждый раз. Самое топовое, это, конечно, созваниваться, лично встречаться. У меня есть, кстати, большая база партнеров там и из рубежа, с которыми они русскоязычные все, получается, но когда-то приехали в свое время. Вот с ними интересно тоже работать. Через Facebook с ними связывался? Да, вот как раз-таки это были рекламные кампании, которые через Instagram, вот они через Facebook все подвязывались. Получилось, что вот там с Америки у меня пару человек есть, но они русскоговорящие еще там лет 20 приехали назад. Вот тоже интересные инвесторы, они там тоже пропагандируют там ДНО очень сильно в Штатах, там Вирджиния непосредственно. У него два гражданства у человека, у него и русская, и американская, понимаешь? Поэтому он на российское все делает, гражданство. Поэтому эти моменты, конечно же, я знаю и учитываю, в каких странах можно инвестировать, в каких нет. Ну там, да, тоже трудности определенные были, там через PayPal мы не могли тоже там деньги заводить в личный кабинет тоже в свое время. Как бы мы все это прошли, все это проработали, сейчас настолько это автоматизировано, что вообще никаких трудностей нет, из любой точки можно завести. Как бы тоже круто. Поэтому мне не очень нравится, сейчас еще не подсказалось то, что в этот марафон атлетов мне позвали вообще замечательные темы. Ну как так, я тут ношусь каждое утро, а тут можно еще и за это получать всякие поощрения и ходить потом на массажи за эти поощрения, там кроссовки, не кроссовки себе покупать. Думаю, вообще крутяк. Так, в принципе, все равно. Под спортом, да, сейчас связан. Говорю, у нас получается в регионе вообще, ну в моем городе, я 25 лет баскетболом занимаюсь. И получается мы собрали свою команду, пошли к депутату, к местному, попросили финансирование, чтобы он нам помог заявиться в дивизион, в Тулу. И вот мы сейчас сезон, весь сезон играли, вот второе место мы там рубились вообще, не на жизнь, а насмерть, чтобы наш баскетбол не отняли у нас. Тут мы своими силами, своими действиями развиваю, стараюсь максимально. У тебя это основной, да, вид сейчас как заработка, вот Solar Group, ты полностью посвящаешь себя только этой компании? То есть какой-то... Ну, Solar Group полностью моя компания, но я инвестирую там в крипту, потом что, в недвижку. Меня в разные проекты зовут, прям максимально хотят оторвать с руками, но я в них не хочу заходить. А, и Архангельская клюква, еще тоже такой есть проект. Вот он топом, он скачает уже хрен знает сколько, я уже с него даже получаю монетку. Получается в Архангельске большие паи они разбили, и клюкву сами ребята там сажают, они молодежь подтягиваются. И вот потом эту клюкву сбывают, тоже так же путем краудинвестинга, представляешь, измутили. Они землю купили, разбивают ее на большие паи, и потом сажают клюкву. Потом клюква вот такая вот в Архангельске огромная вырастает, и они ее сбывают. На сезон посадки берут студентов, и те сажают, вот эти паи засаживают, и все, она вырастает, потом продают. Так же и на сбор студентов привлекают, грубо говоря, у них там лагеря такие, ну, палатки стоят. Ну, не палатки, а вагончики, в которых они проживают, приезжают на вахты. Ну, это тоже все, 17-й год, я туда изначально ходил, а потом как-то я резко все притормозился с ними, и вот погнал в Дуйнове, в Дуйнове, в Дуйнове, так вот качать его. Потому что ездил на конференции, потом на обучение, на все, которые проводил там Solar Group в Москве. И все, каждый раз, когда приедешь, что тут ты загораешься, тебя прямо распирает, распирает, ты думаешь, что вот пообщался с кем-то, еще что-то, какие-то инструменты новые из себя узнал, и погнал. Согласен, конечно, да. Сергей, благодарю тебя, что уделил время, поделился с нами своим опытом, своими методами в работе. Это действительно мотивирует на результат. Твой результат, он действительно впечатляет. Очень приятно и интересно было с тобой пообщаться. Что ж, друзья, с нами был Сергей Жданов. Надеюсь, что вам было так же интересно, как и мне. Ставьте палец вверх. Если вам нравится такой формат, формат интервью с партнерами, пишите в комментариях, какие выводы, делитесь инсайтами, задавайте вопросы. Это всегда интересно почитать. Спасибо, что позвали, Александр. Очень было приятно пообщаться. До новых встреч, друзья. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok